МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости христианского мира в студии Анна Коваленко. Главным темам этого четверга. Евангельская церковь в Германии одобрила однополые браки. В США на христиан открыли сезон охоты, считает Франклин Грэм. Тысячи верующих собрались на крещенский сочельник на берегу Иордана. Ведущая евангельская церковь в Германии, насчитывающая более 2 миллионов прихожан, официально одобрила союз однополых пар, сообщает христианский портал Инвиктори. В подавляющем большинстве проголосовала за легализацию однополых браков и узаконила брачные церемонии гомосексуальных пар Рейнольдская евангельская церковь. Однако священникам, поддерживающим традиционные браки, будет позволено отказаться от церемонии венчания, а однополым партнерам будет предоставлена альтернатива. Как и многие церкви на Западе, евангельская община теряет своих прихожан. С 1975 года церковь покинула около миллиона человек. Решение о легализации однополых браков подвергалось критике со стороны членов консервативной партии. Вольфганг Сикегер из Совета евангелистов Рейнольда заявил, что церковь проигнорировала четкое библейское учение, как будто она сама знает, как лучше, а учение стало недействительным. Отметим, что церковь была второй фундаментальной группой, принявшей новую политику Германии. Ожидается, что евангельская церковь Берлин-Бранденбург последует примеру Рейнольдской церкви в апреле этого года. Президентская библиотека имени Бориса Ельцина в преддверии крещения Господня оцифровала редкие издания 19 века, раскрывающие историю этого праздника и значение таинства в жизни православных людей, сообщает сайт библиотеки. Президентская библиотека в Санкт-Петербурге имеет статус национальный и открытый для посетителей с 2009 года. На сегодняшний день подборка оцифрованных материалов по православию, хранящихся в библиотеке, насчитывает более 3000 единиц. Она продолжает постоянно пополняться материалами для духовного и религиозного просвещения. Среди оцифрованных материалов книга Иоанна Бухарева о праздниках православной церкви 1874 года, в которой описана подготовка к крещению, приготовление сочево, традиционного блюда в сочельник, служба освещения воды, а также погружение воду и купание. Традиция, возникшая по аналогии с тем, как когда-то Иоанн Претеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Франклин Грэм, всемирно известный евангелист, президент Евангельской ассоциации Билли Грэма, заявил, что церковь в США потерпела неудачу. Рассказал христианский портал Инвиктори. «Я уверен, что мы опасно приблизились к краю пропасти, что касается нравственного выживания Соединенных Штатов Америки», написал Грэм в журнале «Решение». «Я отказываюсь молчать и спокойно наблюдать за тем, как будущее наших детей и внуков будет принесено в жертву на языческий алтарь греховных удовольствий и аморальности». Конец цитаты. По его словам, Верховный суд уже изменил юридическое определение брака. Страна стала полигоном убийств для исламских радикалов, и христиане превратились в мишень нападков только за то, что реализуют свое право, гарантированное первой поправкой. Сейчас во всех эшелонах власти, в правительстве, судах, масс-медиа и сфере образования глубоко укоренилось враждебное отношение к христианству, пишет также Грэм. Открылся сезон охоты на христиан. Вместо того, чтобы игнорировать растление американской культуры, президент и исполнительный директор Евангельской ассоциации Билли Грэма решил что-то делать и не сидеть сложа руки. В течение января Грэм провел тур «Решай Америка», который состоял из молитвенных встреч возле Капитолия всех 50 штатов страны. Единственная надежда для Америки – не демократическая партия и не республиканская. Единственная надежда для Америки – это Бог. ИГИЛ угрожает полностью уничтожить христианство на Ближнем Востоке. Несмотря на значительные военные потери группировки ИГИЛ за последние месяцы, на подконтрольных территориях остаются десятки тысяч христиан. Правозащитники в один голос говорят, что эта религия на Ближнем Востоке находится на пути полного исчезновения. Верующие массово покидают регион, в то время как исламистские группы устраивают чистки. Столь масштабных казней мир не видел с того самого времени, когда появилось давно забытое выражение «гонение на христиан». Что примечательно, по прошествии двух тысяч лет история вновь повторяется на святых землях. Христианство в ряде стран Ближнего Востока находится на пути исчезновения из-за того, что исламистские группы устраивают этнические чистки. Некоторые правозащитники считают, что в Ираке при таких условиях христианство может исчезнуть через пять лет. А по мнению ассирийского представителя в Иракском парламенте Имада Джона 2015 год стал самым худшим для христиан на Ближнем Востоке. 18 января блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил совершил чин великого освящения воды на месте крещения Иисуса Христа на западном берегу реки Иордан, сообщает сайт русской духовной миссии. По благословению начальника русской духовной миссии в благослужении принял участие игумен Леонтий Козлов. На берегу реки Иордан собрались тысячи верующих, среди которых были как жители Израиля, так и многочисленные паломники, прибывшие из разных стран. Ярких и громких красок в церемонию добавили отряды арабских скаутов с барабанами. Многие в этот день последовали христианской традиции и крестясь многократно окунались в холодные воды Зимнего Иордана. В городе Сочи прошла общероссийская христианская конференция «Пост и молитва-2016», которая была организована движением Единства. Тема данного поста – дары и плоды Святого Духа. Главная цель конференции – молитва за пробуждение России, за объединение христиан всех конфессий в единой молитве к Богу. В конференции принимали участие представители нескольких регионов. Полномочный представитель начальствующего епископа Росхве ЕПО Карачаева Черкесской Республики, старший пастор Церкви Божьей Ковчег Гарик Кургинян, пастор Церкви Источник Жизни города Санкт-Петербурга Михаил Котов, президент Ассоциации Христианских Церквей и Организации по Духовному Просвещению города Ростова-на-Дону, заместитель епископа Северокавказского Объединения Христиан Веры Евангельские Владимир Хвалов и многие другие. Движение Единства. Во-первых, церковь, в котором началось это движение, это служение Малькового Поста, он входит в наше Содружество Церкви Ковчег и пастор Рафаэль, он является пастором к Содружестве, где являлся епископом. Во-вторых, эти посты в свое время, они вылились в посты Содружества наше и наши церкви активно участвуют. И церковь, она, если увидит правильно время и правильно будет стоять и делать правильные вещи, о чем говорит Господь, исполнять, она многое может изменить. По словам уполномоченного руководителя Движения Единства Рафаэля Гурдзибеева, этот пост – важный этап в жизни христиан России. Он имеет колоссальное значение для духовного роста не только каждого из участников, но и для всей страны в целом. Это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в нашем эфире. Хороших вам новостей и до встречи на ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова